Всем привет! Сегодня мы соберем очень простой ровный потолок в совмещенном санузле площадью всего четыре с половиной метра. Ситуация стандартная. Имеется шахта вентиляции, кривоватый ригель еще не штукатуренный и выровненные стены. Первое что нужно сделать это поставим отметки для горизонтального уровня. Вот мы их обвели в кружочек, чтобы не перепутать с какими-то случайными черточками. По этим отметкам отбиваем линии синькой. По ровным стенам лучше отбить линии, чем выставлять профиль по, например, простому уровню или даже по лазеру. Высота потолка здесь не зависит от уровня плитки. Высота зависит от вентиляции. То есть мы не должны ее закрыть. Ну вот здесь с правой стороны показано, как отбить линии через два самореза. Там, где отбивать линии неудобно, например, на кривом бетоне, мы поставили карандашные отметки. Шагом примерно 30-40 сантиметров. Заодно сразу промеряем стены и пишем размеры для профилей на потолке. По линии разметки фиксируем направляющие профиля. Короб вентиляции у нас из гипсокартона, поэтому здесь используются парные саморезы, крепление елочкой. Остальные стены у нас кирпич и бетон. Здесь используем простые пластиковые дюбеля с бортиком. Размер 6 на 40. 6 это диаметр, 40 длина дюбеля. На потолке у нас монолит, а не пустотные плиты. Поэтому выбираем направление каркаса в зависимости от пропорции помещения. То есть так, чтобы у нас подвесы располагались равномерно. Шагом примерно 70-80 сантиметров. Каркас у нас будет шагом основных профилей 40 сантиметров, без несущей сетки. Основными профилями называются цдшки, которые крепятся к бетону на подвесы. По разметке устанавливаем профиля на их место в каркасе и фиксируем саморезами по металлу. При работе с гипсокартоном лучше не использовать саморезы с пресс-шайбой. Лучше всего подходят обычные ЛБшки с буром и маленькой полусферической шляпкой. Делаем разметку для подвесов. Для этого нужно длину профиля разделить на несколько равных частей. В нашем случае длина профиля 204 сантиметра. То есть получается три промежутка по 68 сантиметров. А подвесов будет два ряда. Линии для подвесов можно отбивать и по бетону и по профилям. Это делается для того, чтобы сами подвесы находились по одной линии. Это удобно для выравнивания. Затем делаем отметки и засверливаем подвесы к потолку. Здесь вы видите один из вариантов крепления. То есть когда подвес разрезан пополам и разворачивается внутренними отверстиями наружу. По прочности это равноценно самодельным уголкам из удешек и плюс к этому дает возможность смещаться вдоль профиля если попадете на арматуру. Для выравнивания основных профилей в одну плоскость есть несколько способов. Например с рейкой или с лазером. В нашем случае как ориентир для выравнивания используется нить, но не строительная, а для прошивки обуви. Потому что она допускает очень сильную натяжку и не имеет ворса. Эта нить закрепляется на двух противоположных направляющих профилях, так чтобы она проходила в 5 сантиметрах от подвесов. Сами потолочные профиля поднимаются над нитью, так чтобы ее не касаться. Делается это с помощью обычных 25 саморезов, которые вставляются в отверстия подвеса. После того как все профиля по одному ряду подвесов подняты над нитью, мы освобождаем по одному профилю и фиксируем на подвесах. Фиксируем так, чтобы между нитью и донышком профиля был равномерный зазор справа и слева. Зазор примерно полмиллиметра. Это легко определяется визуально, особенно когда есть подсветка рабочей зоны. Этот способ выравнивания по сравнению с рейкой или лазером имеет несколько преимуществ. Во-первых, сама нить практически ничего не стоит. Во-вторых, она ничего не весит. И в-третьих, она не занимает места. При этом результат дает практически идеальный. По готовому каркасу начинаем обшивку. Первый лист у нас целый, потому что две стены ровные и имеют между собой 90 градусов. Здесь ничего не нужно особенно подгонять. Фиксируем лист на нескольких саморезах и потом докручиваем остальные. Обычный шаг саморезов примерно 15-20 сантиметров. По центру листа можно сделать чуть больше. 20-25. Следующий лист у нас имеет Г-образную форму. Причем с одной стороны у нас кривой ригель. Поэтому подгонять здесь неудобно целый лист. Будем его отделить на две части. Длина этого куска гипсокартона такая, чтобы его торец не попал на линию подвесов. Иначе будет очень неудобно ставить перемычки под стык двух листов. Перемычки можно устанавливать и на заводских коннекторах, так называемых крабах. А можно использовать и самодельные закладные из УДшек. То есть, нарезаются куски примерно по 12 сантиметров, обычно из отходов, и прикручиваются к основным профилям в тех местах, где будут перемычки. При установке закладных в первую очередь они прикручиваются не к профилю. Сначала они прикручиваются к гипсокартону, обычно 25 саморезам. Это делается для того, чтобы закладная не убегала со своего места, когда вы будете вкручивать саморезы по металлу. Держать УДшку неудобно, а находиться она должна точно в одной плоскости с донышком основного профиля. Во вторую очередь фиксируем один конец закладной на профиле. Вот здесь как раз видно, какого типа саморезы у нас используются. Чтобы это крепление не являлось осью вращения, нужно добавить еще один саморез по металлу. Второй саморез вкручивается как можно дальше от первого. Я, например, могу достать и за торец листа внутрь. Если вам неудобно, то можно и по краю листа вкрутить. То есть главное, чтобы их было два, а не один. После фиксации закладных в них устанавливаются перемычки. Это та же самая CD, но в отличие от основного профиля перемычки имеют название несущие, потому что на них подвесы не ставятся. Докручиваем недостающий кусок. Итак, гипсокартон мы докрутили, и стык находится на профиле. Об этом, кстати, есть рекомендация того же Кнауфа, когда при продольном расположении листов по основным профилям торцевые стыковки производятся на несущих перемычках. То есть, сетки может и не быть, но торцы должны стыковаться на профиле. Вот так легко и просто можно собрать потолок из гипсокартона. На этом всем пока и спасибо за внимание.